Ну а сейчас на самую большую строительную площадку страны комплекс Минск Волд. Компания продолжает развивать здесь самый современный район. Над его возведением трудится более 20 тысяч специалистов. Настоящая жемчужина района будущий Международный финансовый центр. Его можно будет рассмотреть с любой точки Минска. В будни и выходные возведение комплекса Минск Волд идет с опережением графика. Главный объект комплекса – Международный финансовый центр. 42-этажный небоскреб, кстати, первый такой в стране. Пять башен. Помимо этих башен еще и крупный торговый центр площадью 130-140 тысяч квадратных метров. 14-26 этажей, 42 этажа центральная башня, еще одна 26 и пятая башня, опять 14 этажей. Это генератор инвестиций. Бизнес-апартаменты интересны тем, что там можно будущим владельцам не только заниматься своим бизнесом, своим делом, регистрировать свою компанию, можно будет просто там находиться и жить. То есть двойное назначение этих помещений. Проект амбициозный. Заявку на присутствие в Международном финансовом центре подали более тысячи компаний. Особые условия для бизнеса – аналог свободных экономических зон и большой потенциал для экономики. Международный финансовый центр «Сердце Минск-Волд». Вокруг яркие новостройки. Все это построено за несколько лет. Работает огромное количество строителей. В проекте «Минск-Волд» задействовано около 20 тысяч человек. Строят белорусы из белорусских материалов. Задействованы более 200 машин и 30 башенных кранов. Будет и новый городской парк, и самый большой в стране торгово-развлекательный центр «Авиамолл». Он примет посетителей в следующем году. «Минск-Волд» развивается комплексно. Широкие улицы, детские сады и школы, поликлиники, медцентры. Будет создан музей. Через новый район проходит новая линия метро. Одна из станций уже открыта. Достраивающаяся станция «Аэродромная» будет интегрирована с Международным финансовым центром. Реализована концепция 15-минутного города, когда в любое место можно успеть пешком за 15 минут. Строятся километры велосипедных дорожек. Многие хотят жить именно здесь. За лето рекордные продажи апартаментов – 1800 единиц за месяц. Много клиентов и за границей. Дома возводятся, люди получают ключи. У меня трое деток, поэтому изначально я выбирала, конечно же, чтобы было удобное расположение. Мне поближе детские сады. Девочка у меня школьница, доченька. Поэтому, чтобы она самостоятельно добиралась, я не волновалась. Для Беларуси что-то новое, невероятные цвета, яркие местоположения, чтобы устраивать хорошее в центре города, недалеко инфраструктура, вокзал, шинодорожный авто. Компания сделала все возможное, чтобы апартаменты были доступными. Работают специальные программы для медиков, педагогов, многодетных семей, спортсменов. Есть рассрочка и кредитные продукты. Недвижимость, выгодные инвестиции. Доходность сейчас 50%, а в будущем до 300. Свободные апартаменты еще есть и еще можно успеть стать собственником. Строят, опережая сроки. Директивный срок строительства всего Международного финансового центра до 2027 года. Но облик комплекса меняется каждый день. Чтобы проверить это, сравним вид на строительной площадке ровно через месяц. Антон Ковальчук, Алексей Кряквин, Контуры.